В Подмосковье всероссийская акция «День ЕГЭ с родителями» проходит вот уже второй год. И на этот раз Щелковская средняя школа номер 4 имени Климука стала региональной площадкой для проведения единого государственного экзамена по русскому языку. Вместе с родителями будущих выпускников с дачи ЕГЭ присоединились и министр образования Московской области Марина Захарова. Сам летчик-космонавт дважды герой Советского Союза, чье имя и носит школа номер 4 Петр Климук. Чемпионка России по женскому футболу Мария Брылева районной власти. Мы представляем возможность всем желающим сегодня попробовать, что такое единый государственный экзамен, посмотреть организацию. Поэтому проводим его в школе, которая является пунктом проведения единого государственного экзамена, чтобы родители могли убедиться, для чего какие меры предпринимаются, сколько по времени идет экзамен, насколько сложный материал, нужно ли нанимать специально репетиторов для этого или не нужно. Поэтому много раз можно рассказывать о том, что происходит, но лучше самому один раз прийти, посмотреть и убедиться, снять те вопросы, которые иногда могут возникать с тем, что что-то неправильно организовано и могут быть какие-то непонятные вопросы. И мне очень приятно, я очень горжусь, что школа имени Климука, потому что в центре подготовки я долго проработал, 25 лет на руководящей должности был и потом еще помощник президента Белоруссии, вот как раз занимался. А сейчас попробовать, конечно, я хоть посмотрю, как это все происходит. Я никогда не сдавал такие экзамены и даже и не представляю, что это такое. Огромное спасибо Министерству образования, что они выбрали нашу территорию. По итогам 2017 года у нас наименьшее было практически замечание по проведению единого государственного экзамена. Все пункты ПП мы готовим тщательно к проведению экзамена. Вначале вводный инструктаж. Несмотря на то, что ЕГЭ-пробный воспользоваться шпаргалками не удастся, в помещениях установлены камеры видеонаблюдения. Все по правилам на партах лишь документы, удостоверяющие личность, а также предоставленные констовары, черновики и экзаменационные материалы. Пронести посторонние предметы, включая мобильные телефоны, в аудиторию просто невозможно. Каждый проходит процедуру проверки металлодетектором. В течение часа экзаменуем предстояло ответить на вопросы в форме теста и написать сочинение. Эта акция проходит по всей стране. В ней участвуют 50 регионов, включая Подмосковье. Главная цель – не проверка знаний, а знакомство с процедурой ведения ЕГЭ, а также показать родителям, что при хорошей подготовке бояться сдачи не стоит. Интересно. Я считаю, что ничего такого сложного или страшного в сдаче этого единого государственного экзамена нет. Действительно, вопросы, в общем-то, по силам. И самое главное, что в процессе проведения единого государственного экзамена полностью адаптирован какой-то субъективный человеческий фактор. Если ученый и ребенок учатся с первого класса по одиннадцатый, проблем сдачи ЕГЭ у него не будет. То же самое, как было у нас в наше время, когда учились мы, когда в принципе ЕГЭ не было. Подведение итогов акции, а также все нюансы относительно предстоящей сдачи единого государственного экзамена школьниками обсудили на пресс-конференции. На вопросы родители ответила лично министр образования Московской области. Большое внимание уделили вопросу сдачи норматива в ГТО. Обладателям золотого знака по-прежнему насчитываются дополнительные баллы при поступлениях в вузы страны. В целом же каждый из участников акции дал положительную оценку организации экзамена. Запятые, там буквы какие-то ставят, все это понятно. А то, что связано с сочинением, у нас, конечно, было мало времени, но серьезные темы, на которые надо размышлять.